МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Ольга Панова. Сегодня в нашем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не проехать, не пройти. Жители дома по проспекту Мира оказались отрезанными от большой дороги. Грамотным быть модно. Чебоксары второй раз присоединились к тотальному диктанту. Нужен нам берег французский. Чебоксары и французский Данкерк ищут пути сотрудничества. Строят дорогу, а проехать будет нельзя. Вот такая парадоксальная ситуация сложилась на проспекте Мира в городе Чебоксары. К нам обратились жители. Они пожаловались, что в результате реконструкции дороги к их домам закрыли все проезды. Как теперь будут добираться жильцы и, главное, машины экстренных служб, разбиралась Ольга Пырочкина. Формирование кольца, которое недавно началось на пересечении проспектов Яковлева и Мира, поставило жильцов нескольких домов в тупик. В прямом смысле слова. Дело в том, что раньше проехать к домам, к примеру, 35 и 37 можно было отсюда. Но теперь здесь высокий бордюр. В общей сложности здесь было три проезда. Сейчас не осталось ни одного. Ближайший теперь примерно в 370 метрах. Казалось бы, расстояние небольшое, однако 370 метров туда, еще столько же обратно и того чуть меньше километра. Дублирующая дорога узкая, две машины разъехаться не смогут. В итоге тратится драгоценное время. Стоит оно особенно дорого, если, к примеру, на вызов едет скорая. Но если к 35-му дому подъехать хоть как-то можно, то вот соседний дом оказался вообще в полной изоляции. Дело в том, что дублирующая дорога заканчивается съездом на основную. Дальше тротуар. Для 37-го дома проезд был отдельный, теперь его нет. Кстати, сказалось такое решение проектировщиков не только на жильцах. По адресу проспект Мира, 31, находится реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями. Мама 11-месячных двойняшек Дамиана и Константина жалуются. Дети и так трудно переносят дорогу, а тут еще такое. Очень неудобно нам стало, потому что нужно ехать в объезд. Дети у меня в машине очень капризничают. В машине их укачивают, и мы постоянно срыгиваем. А тут нужно еще и заворачивать по несколько раз. Заезжаешь, машина едет навстречу. Раньше было, считай, удобно. Подъехал, заехал ровненько, спокойненько, без всяких криков. А сейчас у меня дети с детьми очень сложно сюда приезжать. Таксисты не хотят сюда ехать, потому что опять здесь ездишь, заворачиваешь, разворачиваешь. Они так говорят, нам неудобно с доплатой, пожалуйста. Но местному водителю подобные препятствия приходится преодолевать не по одному разу в день. Делать большой круг нужен. Дорога узкая, машины не разъезжаются, выезда на трассу нету, и сейчас очень сложности большие. Дети, потому что больные, в основном, ДЦБ, и у них возникают проблемы, когда машину трясет на этих кочках. Ну, детям неудобно и немножко больно. У тех, кто решил закрыть проезды, своя правда. В Чуваш-Автодоре ситуацию нам разъяснили следующим образом. В настоящее время в связи с формированием кольцевой транспортной развязки на проспекте Мира и Ивана Якуля предусматривается устройство переходной скоростной полосы на проспекте Мира в направлении, скажем, автовокзала. В связи с требованной нормативной документацией в пределах переходных скоростных полос запрещается расположение съездов автомобильных дорог, чем, в принципе, и вызвано закрытие и ликвидации существующих съездов. В проектной документации новый съезд предусматривается на участке от окончания переходной скоростной полосы до остановки общественного транспорта проспекта Ивана Яковлева. Кроме того, объясняют проектировщики, вдоль проспекта Мира будет дублирующий проезд. Он должен обеспечить проезд во внутридворовые территории. Вопрос, как решить проблему с выездом у дома номер 37, рассматривается. Возможно, в проект несут коррективы, отметили в Чуваш-Автодоре. Кстати, узнать, противоречит ли такое отсутствие выезда в каким-либо нормам безопасности, к примеру, противопожарным, нам не удалось. В МЧС объяснили, пока идет строительство, никаких выводов там сделать не могут. Все предписания по устранению нарушений, если таковые найдутся, будут делать только после завершения строительства. По предварительному прогнозу погоды на этой неделе установится положительная среднесуточная температура. С учетом того, что почва маловлажная, существует высокая вероятность пожаров. Только в выходные в МЧС зафиксировано более 50 случаев возгорания палой травы. Ход подготовки к пожароопасному сезону обсудили сегодня на еженедельном совещании с членами правительства республики. Министр природных ресурсов и экологии Иван Исаев рассказал об утвержденных план неподготовки к пожароопасному сезону и порядке взаимодействия всех служб во время чрезвычайной ситуации. По словам председателя Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, Вениамина Петрова, вся необходимая техника и более 3000 человек личного состава находятся в полной боевой готовности к любым природным сюрпризам. За последние три года проведена значительная работа по укреплению материально-технической базы лесопожарной службы. На это было направлено около 100 миллионов рублей. Проведена паспортизация пяти площадок на акватории реки Волга для забора воды самолетом Б-204, плюс 28 водоемов на территории республики, пригодных для забора воды вертолетами типа Ми-8, Ми-26, оборудованных водосливными устройствами. А также на территории республики создан достаточный резерв сил и средств функциональных и территориальных подсистемы нашей республики, привлекаемых для тушения природы пожаров. Но несмотря на профилактическую работу, большинство пожаров возникает из-за халатности самих граждан. За последние три дня наибольшее количество вызовов зарегистрировано в Алатарском районе. Вениамин Петров пояснил, что теперь запал травы виновные могут быть привлечены к административному штрафу. В минувшие выходные в ряде районов Чувашии прошли досрочные выборы в органы местного самоуправления. Председатель Центральной избирательной комиссии Александр Цветков отметил хорошую явку и огласил предварительные результаты. Во всех 15 избирательных кампаниях победу одержали кандидаты от «Единой России». Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков, Республика. Сотни людей два дня в многочисленных очередях пытались попасть в закрытую дверь, чтобы получить долгожданный билетик в счастливое лето. Чем не сценарий для шоу? Именно такая ассоциация на заявочную кампанию по приобретению путевок в детские лагеря, которая началась 12 апреля во всех школах Чебоксарного, Чебоксарска и организациях соцобслуживания, появилась у многих родителей. Причем такой сценарий повторяется из года в год. Плакать или смеяться в финале заявочной кампании решают сами ее участники. Судя по комментариям на форуме, довольных доставшимся местом в смене было предостаточно. Только для этого люди занимали очередь аж за сутки. В некоторых школах составлялись списки и проводились переклички каждые пару часов. Не откликнулся – вычеркнули. В других школах действовала живая очередь. У меня муж пошел к шести. Вчерашние списки отменили, ибо они, тетки, тут всю ночь сидели, дверь караулили. А со списками слишком легко получается. Не заслужили. В нашей школе тоже вчерашние списки порвали. Создали новый, сегодняшний. Прием заявок осуществляется с помощью новой автоматизированной системы. Ее разрабатывала Самарская организация. Сбоев, по словам заместителя министра образования, зафиксировано не было. Однако у некоторых родителей другая информация. Те, кто зашел в первые минуты начала заявочной кампании, путевки не получили. Всю ночь в очереди. Зашла, оформила на третью смену волну заявления. Сейчас позвонили со школы и сообщили, что моя путевка аннулирована. Произошел сбой в системе. И теперь они мне могут предложить только четвертую смену. В некоторых школах, это где-то 15% от общего количества заявлений, по вине операторов, часть заявлений не вошла в базу. Мы эту ошибку сейчас исправляем. Вчера начали работу, поэтому всем родителям передали информацию, что они без путевок не останутся. В путевке получат те лагеря, которые были заявлены в своих предварительных расчетах. Вероятно, в следующем году, в дополнении к новой автоматизированной системе, необходимо продумать более тщательную подготовку операторов. Анастасия Алексеева, Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков, Республика. Танцевальный флешмоб от кадетов и сеанс радиосвязи с другими странами. В День космонавтики в село Шоршелы приехали гости со всех районов Республики и не только. Здесь, на площади мемориального комплекса, состоялся праздничный митинг. На нем собрались школьные отряды, ветераны космодромов, друзья и родственники героя Советского Союза Андрияна Николаева. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. У многих российских регионов есть свои космические истории, герои, которые покорили Вселенную. В Чувашии каждый год 12 апреля центром праздничных мероприятий по праву становится небольшое село Шоршелы Марпасадского района. Здесь вспоминают не только о первом космонавте, но и своем земляке Андрияне Николаеве, который в одночасье прославил эти места. Тогда, на заре освоения Вселенной, каждый полет человека в космос воспринимался как первый. Это была эпоха экспериментов и мировых сенсаций. Путь к звездам проложил Юрий Гагарина. Уже спустя полгода Герман Титов сделал 17 витков вокруг земного шара. Третья экспедиция тоже была уникальна. Чувашскому соклу Андрияну Николаеву и его звездному брату Павлу Поповичу удалось вывести на орбиту сразу два корабля. Благодаря им Советский Союз в одночасье стал космической державой, обогнав Соединенные Штаты Америки. На митинг Шоршелы приехали те, кто был хорошо знаком с героями того самого отряда номер один. Я прослужил на Байконуре более 30 лет. А какой для меня самый памятный запуск? Не раздумывая, я всегда говорю. Самый памятный тот, который первый. Первый спутник, первый человек в космосе, первый групповой космический полет. Каждый может стать пилотом, чтобы управлять самолетом. Я согласен прямо завтра, превратиться в космонавток. В космос полететь возможно, стоит только захотеть. Эти мальчишки и девчонки собираются пойти по стопам Гагарина и Черешковой. Первый шаг своей мечты они уже сделали и записались в отряды юных космонавтов. Их ряды пополняются с каждым годом. По традиции, 12 апреля кадеты приезжают на родину Андреяна Николаева, чтобы принять участие в республиканском слете. Именно здесь, ровно 10 лет назад, Розе Раковой удалось возродить популярное в советские годы движение. Сейчас в республике насчитывается более 2,5 тысяч юных космонавтов. И, по-моему, 72 отряда. А первый слет у нас проводился 10 лет назад. Было 14 отрядов и 175 человек. И космические дали становятся все ближе. В Чувашии скоро откроется филиал Казанского техуниверситета имени Туполева. На молодых ребят в этом вузе возлагают большие надежды. И эта мечта, я абсолютно в этом уверен и рассчитываю на молодых наших юношей и девушек, у вас сбудется. Для этого нужно учиться, трудиться и иметь силу духа. Николаев, Бударин, Монаров. В этом списке отметили гости, должна появиться еще одна фамилия Чувашского космонавта. Возможности для этого будут созданы. Дмитрий Ковалев и Антон Вовк. Республика. Космонавты на МКС 12 апреля присоединились к международной акции. Более 50 тысяч человек в 45 странах мира писали тотальный диктант. Наша съемочная группа решила узнать, почему второй год подряд многие чебоксарцы соглашаются добровольно проверить свою грамотность. С февраля по пятничным вечерам во второй корпус госуниверситета приходили все желающие повторить правила, чтобы затем написать тотальный диктант. А 12 апреля в эти аудитории пришли около 500 человек, чтобы поучаствовать в сложной интеллектуальной игре, как называют ее организаторы из Новосибирского госуниверситета. В этом году текст диктанта написал известный писатель Алексей Иванов, автор романа «Географ Глобус Пропил». Причем было три варианта для разных городов. Перед началом акции автор обратился ко всем ее участникам. Организаторы тотального диктанта отмечают, что текст небольшой, но сложный. Тексты всегда сложные. Тексты диктантов создаются специально для тотального диктанта. Это не отрывки из уже существующих произведений. И тексты тотальных диктантов обычно сложнее, чем школьные. Но тем они интереснее. Татьяна Синицкая в прошлом году написала диктант на «Отлично». В этом решила прийти опять. Рассказывать, что накануне прочитала учебник по русскому языку. И поняла, что многое подзабыла. Ее работа связана с интернетом. А там сейчас немодно писать неграмотно. И когда люди делают ошибки, там, надсядься, когда какие-то слова самые простые пишут неверно, то это высмеивается, это подвергается какому-то там, в общем, насмешкам, можно сказать, даже оскорблением в какой-то степени. Это немодно. Организаторы говорят, что если вы получили не очень хорошую оценку, это не значит, что вы неграмотны. Просто на данный момент вы не готовы проверять свою грамотность. Итоги тотального диктанта подведут 15 апреля. А 17-го отличникам вручат дипломы. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня по приглашению мэра города в Чебоксары приехал господин Шарль Анри Лаоте. Президент французской компании, член торгово-промышленной палаты, официальный представитель мэрии города Дюнкерк. На встрече Леонид Черкесов и французский гость говорили о взаимодействии и планах по сотрудничеству между этими двумя городами. Официальный представитель мэрии города Дюнкерк в Чебоксарах во второй раз. Дюнкерк – город-порт на берегу Ла-Манша в 295 километрах к северу от Парижа и 10 километрах от границы с Бельгией. Сегодняшняя встреча носит официальный характер. За круглым столом обсуждали интересные для обоих сторон проекты. Между городами много общества, общего тракторное производство, производство комплектующих и запчастей для скоростных поездов. Французский муниципалитет ставит три направления развития. Интеграция в мировое экономическое пространство, культуру, образование и туризм. В Дюнкерке есть вузы для русских студентов. На встрече пришли к ВВД, что сотрудничество между городами будет интересно и весьма полезно как для предпринимателей, так и для жителей городов. Фабрика художественных промыслов Пахатере и музей имени Бичурина подвели итоги конкурса «Волшебный мир вышивки». На конкурс поступило большое количество работ. Это и рисунки, и вышитые салфетки, и полотенца, и сочинения, прикладные предметы быта, наряды для кукол. Особый восторг у членов жюри вызвала вот эта ваза. Среди участников как девушки, так и юноши. Победители и призеров наградят 25 апреля. Призеры на церемонии награждения должны представить рассказ-презентацию о выполненной работе. Народ он всякий и разный. У народа всегда есть своя культура, свои корни. Это и есть стержень. Вот когда у человека нету этого стержня, у него теряется индивидуальность. Он уже неинтересным становится. А вот этот конкурс как раз дает стимул сохранения, развития именно национальной культуры. Сразу же после выпуска новостей смотрите программу «По существу». Гость студии, топ-блогер Олег Бармин раскрыл секреты популярности своего живого журнала, рассказал, как путешествовать без денег и представил свой рейтинг самых красивых городов России. Не переключайтесь. У меня же на этом все. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин